Итак, доброе хэнаньское утро, друзья. Мы с вами в провинции Хэнань. Даже не в городе. Это обычно по русской классификации, или как это назвать? Называют уезд. Такая дореволюционная терминология. Ну, то есть есть город, есть, скажем так, райцентр, а есть вот просто поселок. И это просто поселок. Ну, как сказать поселок по китайским меркам? Здесь, например, есть скоростная железная дорога. Недавно провели станцию, открыли. Не прямо здесь, конечно, чуть в стороне, но все же на окраине, скажем так. И вот самая настоящая китайская глубинка. Давайте вот посмотрим. То есть здесь люди живут, чем-то занимаются, и не сказать, что здесь можно на чем-то зарабатывать миллионы. Здесь нет крупных заводов. Есть всякое мелкое, всякое разное. И вот буквально вышел я из гостиницы и вот смотрим. Как обычно всегда, вот такой вот ряд домов. Ну, это как бы, наверное, один дом. Как бы один дом. И несколько их склеено. Ну, дети немножко тут еще не привыкли видеть иностранцев. Вот такой вот хаос. Это вроде как, ну, тротуар, что ли. Но в Китае можно машины парковать на тротуарах. Вот кто как может добирается в школу. Кто пешком. Зачем там матрас несут в школу. А, ну, хотя, видите, в китайской школе у них предусмотрен отдых и сон. Ну, это уже, наверное, не начальная школа. Это уже середнячки. А может, еще и начальная. У них там где-то до 11-12 лет в начальной школе. С чемоданами, с матрасами. Так вот, я не договорил, что предусмотрен двухчасовой отдых и сон. То есть, прям натурально в классе спят. И даже разработали такую конструкцию парты, где можно ее, как бы, раздвинуть. И из нее выдвигается такое спальное место. В общем, мы вот так сейчас с вами немножко пройдемся, осмотримся. Ну, здесь на вывеске особо, я думаю, не стоит как-то заостряться, потому что, как правило, рестораны, магазины какие-то. Причем магазины не в смысле там, бутики, а в смысле вот что-то такое, необходимое рядом с жилыми домами. Вот стоматология даже есть небольшая. Там дальше ресторан. Там какие-то магазины натуральных кожаных кресел. Бэушные кондиционеры. Там, по-моему, агентство недвижимости. Там снова ресторан. Ну, в общем, вот как-то так. Пацан такой. Такой, ой, нифига себе, иностранец. Да ну нафиг. И вон дальше аж что-то это, аж, не знаю, то ли в восторге, то ли в истерике бьется. Ну, вот типичная китайская глубинка, как я говорю. Тут несколько непривычно. Так, а почему все со школы идут время, только всего ничего, 10 утра? А, вон она, школа. Это из школы уже идут на какие-то мероприятия. И дети все такие, о, смотри, там иностранец, смотри, смотри. Так. Пойдется вот так чуть-чуть обойти. Так, начинаются крики халлоу, как всегда. Это типичная такая фишка китайских детей. И не только детей. Если вам взрослый просто по приколу говорит халлоу, то в голове он еще ребенок. Сегодня, видимо, какой-то то ли сокращенный день, то ли что. Ну, странно, что 10 утра все уже из школы идут. Тележка с уличной едой. Всегда возле школы что-нибудь такое. Что тут? Какие-то фрикадельки на палочках, сосиски. Так, давайте чуть в сторонку уйдем, а то там уже идти невозможно. Ну, а на дорогах уже пробки. Да. В селе на дороге пробки. Здесь пока никто не ездит. Потому что тут тоже машинами все заставлено. Машины, в основном, как видите, такие небогатые. Чаще китайского производства. Дорогих всяких бювиков, бмв. Наверное, есть все же. Но часто не встретишь. Все, встала пробочка. Вот это вот до сих пор остается в китайской глубинке таким народным транспортом. Раньше когда-то бензиновые были, сейчас электро вот едет точно такой же. С таким прозрачным тентом, чтобы, если там дождь, чтобы спрятаться. Хотя, знаете, бывают у нас такие люди, которые до сих пор думают, что в Китае эти пешие рикши бегают, тележки таскают. Вот магазин всякой бытовой мелочи. Кастрюли, швабры, ведра, сковородки. Все в кучу. Все необходимое, все есть, как говорится. Да, вот. Особенность вот таких населенных пунктов, скажем так, все одинаковое. Скажем, никакого разнообразия. Ну, вышел, прошелся там километр по местности. И дальше все становится абсолютно идентичным, абсолютно одинаковым. Вполне себе однообразным. Поэтому дальше, друзья, будет что-то, если попадаться интересное, я вам буду это обязательно показывать. Ну вот, типичная, скажем, китайская картинка того Китая, которого скоро уже не будет. Старые такие замызганные дома, где на первых этажах располагаются какие-нибудь магазины-забегаловки, а верхние жилые. Но там вверху остались надписи, какие-то репетиторские классы, что-то такое. В общем, давайте немного погрузимся в настоящий Китай. Обычно по телевизору показывают там картинку современных этих развитых районов, так называемые Хайфатюи. Но вот такого Китая остается еще очень много. И будет еще очень долго, если ничего не изменится в том плане, что будут продолжать все это перестраивать, то, конечно, этого скоро ничего не будет. О, аттракцион. Здесь цыпочки катаются. Утки. Жареная утка. Вот такая бочка. Там внизу должен, по идее, быть уголь, но тут газовая. Вот видите, вот газовая система. Раньше всегда это на угле делалось. Сейчас газовый котел. Жир с нее капает. Немножко неловко тут себя чувствуешь. Все так на тебя смотрят, как будто ты не с камерой ходишь, а с автоматом. Но это не потому что. Во-вторых, тут нетипичное, скажем так, сразу нетипичных два явления. Первое – это иностранец, второе – камера. Ну, никто здесь не ходит с камерой. Вот такой беленький, прям резко вырывается из общего пейзажа. Беленький такой магазин одежды. А так, что здесь вот? Говядина. Детская одежда. Здесь вот продают водку на разлив. Что тут еще такого интересного? Какие-то жареные лепешки. Здесь кондитерская. Кондитерские изделия. Продают всякие. А вон бабульки на улице. Абрикосы, чеснок. Такая вот типичная картина. Причем, обратите внимание, да, вот частные дома. Вот это частный дом. Чаще всего красные ворота. Ну, каждый китайский Новый год эти наклейки. Забор. Высоченный забор. А за ним уже непосредственно дом. Вот следующий частный дом, посмотрите. Высоченные ворота. Высоченный забор, за ним дом. На вопрос, зачем так, я говорю, ну что, это воруют или что, лазят там. Нет, не воруют, не лазят. А зачем высокое такое все? Ну, мол, просто традиция. Вот тоже это вход в частный дом. То есть, это мы с вами в частном секторе. Вот, можем чуть-чуть обнаглеть. Так, сейчас тут ошалевший дедуля отъедет. Дед, ну давай ехать. Голову сломаешь. Так. Сейчас. Все. Дед уехал. А то мало ли тут шпионы ходят. Вот типичная китайская, можно сказать, деревенская улочка. Ну, как деревенская. Когда-то тут все, можно сказать, была деревня. Но в частном секторе обычно улицы вот такие. Как видите, заехать сюда нельзя. Узко очень. И вот такие вот частные дома. Вот вход. А там уже внутри полноценный двор. И все остальное. Так, ну давайте еще тут пару шагов пройдем, посмотрим. Может где-нибудь открытые ворота есть? Тут уже такой прям старинный такой, видите? Львы у входа, дверь деревянная. Вот традиционно чаще такая была. Железо было дорогое удовольствие. Могли позволить себе только богатые. Ну, потому что им было чего охранять. Эх. Тут такой большой соблазн дверь открыть. Она потому что не заперта. Здесь, друзья, чуть-чуть открыто. Ну, как видите, тут дальше двор. Заходишь в здание вправо, через него там переходишь в другое здание. В общем, вот так. И вот даже есть табличка. Она вот совсем малюсенькая. Но есть название улицы. Я взял ее ему. Вот. Так, кажется, кто-то мне сейчас навстречу будет идти. В общем, ладно, друзья. Чтобы, так сказать... А хотя пофиг. Все же решил ненадолго отключиться. Знаете, вспомнил в Гуанчжоу. В Гуанчжоу. Да, было у меня такое раз, когда зашел в такой офигенный, такой темный переулок. Даже как-то в видео я упоминал где-то. Давно уже, когда снимал в Гуанчжоу. Такой прям очень колоритный, очень характерный. Буквально я там прошел, куда назад с камеры, вышел уже из него. И ко мне подъехали полицейские на мотоцикле. Пришлось включить непонимайку, типа, что вам от меня надо. Но они интересовались, чего я там снимал. То есть кто-то уже позвонил в полицию. И доложил, так сказать, обстановку. Что какие-то непонятные личности ходят и снимают. Это, мол, во избежание, так сказать. Тем более приехал тут к старому товарищу. Будет немножко неприятно, если еще его туда, в эти разборки подтянут. Потому что кому-то что-то не понравилось. Ну, хотя, не знаю, может я лишние жути, конечно, нагоняю. Но, знаете, в наше время, по-моему, ничему не надо удивляться. Тем более, я думаю, наверное, сейчас в России, если где-нибудь вот так ходить с камерой. Особенно в каких-нибудь приграничных районах. Я говорю сейчас не про границу с Китаем. Думаю, там будет все вполне еще гораздо более предсказуемо. И тоже, наверное, обижаться и удивляться не стоит. Ну, да ладно. Ну, в общем, вот такой частный сектор. Вот так живут люди. Тут вот швея сидит, одежду чинит. Здесь вот больничка небольшая. Где вам укольчик уколят, если надо. Вот, видите, мне понадобилось. Какое-то время назад. Много чего-то закрыто. Может быть, время еще не подходящее. Хотя уже 11-й час. Тут парикмахерская. Тут лавка, всякие овощи, фрукты и прочие продукты. Зеленуха всякая. О, какой красивый переулок. Всякими вертушечками, флажочками украсили. Красота же, красота. Почему-то я заметил в Китае особенность. Красивые женщины часто от камер прячутся. Не красивые не прячутся. А красивые прячутся. Стесняются. Вообще, стеснительность для женщины, это, наверное, хорошее чувство. Скромность, стеснительность. Вот такая вот простая повседневная жизнь. Лепешки жарят. Кстати, поесть бы чего-нибудь. Тут сносят. Или, может быть, глобальная реконструкция проходит. А тут, друзья, целая улица под снос. Что называется реновация. Для жителей Петербурга, наверное, худшее оскорбление. Слово реновация. Когда вот так вот частный сектор сносят, людей выселяют. вот то, что происходит. Хотя вполне себе еще добротные дома. Но тут собираются строить, как и объяснили, более широкую дорогу дальше туда. Поэтому вот эти дома сносят. Вот с одной стороны убрать хотят 4 метра, с другой 7 метров. Не знаю, с какой, сколько конкретно стороны. Но товарищ мне так объяснил. И поэтому вот это все сейчас будет сноситься, отдаляться. И местным жителям по-разному компенсироваться. Вот. И вот как раз у моего товарища где-то вот в этом районе, куда дальше, дом родительский тоже попал под это все дело. Как он сказал, их там просто чуть-чуть улицу, получается, срежут, подвинут. И они будут новый дом строить. Тут еще, видите, что-то пока еще работает. Но, видимо, скоро уже не будет работать. Жареные курицы там какие-то продаются. Так, ну ладно, мы туда дальше не пойдем. Что там ходить? В общем, вот, когда-то большая оживленная улица будет еще больше, более большая. Странное слово сочетание. Более большая. Более оживленная, более широкая. Вот так вот здесь люди будут жить. Так. Ладно, в тот переулок мы уже не пойдем. Он, в принципе, аналогичен предыдущему. В общем, будет, если что, интересное. Я вам дальше покажу. А тут, смотрите, друзья, идет стройка. Строят частный дом. Отливают колонны и закладывают все это кирпичом. Где-то 25 сантиметров толщина стен, без всякого утепления, без всякого всего. Видите, да? То есть здесь, видимо, уже вот эта сторона, наверное, на 4 метра отодвигается, потому что тут, видимо, уже все снесли и уже строят. там вверху фунгинь дадьди. То есть поздравление с тем, что уже как бы появился потолок, то есть накрыли крышу. Тут уже, вон, видите, новые дома такой в терракотовом, в таком стиле терракотового кирпича. Серые. Это, конечно, больше характерно для северного Китая, нежели для центрального. Но все же. Тут вот еще, видимо, не вывезли строительный мусор. Поэтому тут еще все ломают, что-то делают. А вот те дальше дома, те так и будут пристоять. Никуда не денутся. Там он выламывает все полезное, что можно там металлолом сдать, пластиковые окна можно там сдать, как это... Ну, тоже в торсовье утилизация пластика. Там жестяную крышу оторвать, металлолом сдать. По-моему, как раз этим там сейчас и занимаются. Там он, вон, по крыше колотят, выламывают. Хотя нет, она вроде тоже какая-то прозрачная, пластиковая. Значит, пойдет в пластик. Но пока вот такой пейзаж. Ничего так кардинально нового и интересного нет. И тут даже среди вот этого вот руинного хаоса, так это назовем, там он кто-то так извратился и даже в стиле неоклассицизма построил. Вот такой вот храм, который тоже, судя по всему, будет снесен. То, что снесен языческий храм, конечно, как говорится, не жалко. Жалко то, что это вот такое красивое строение. Видно, очень так вложились, что называется. Но факт то, что вот так вот посреди обычной жилой улицы спокойно стоит вот такое. и как бы ничего. Всем хорошо. Может, его тоже как-то перестроят. Вот эту часть только уберут, то оставят. Что-нибудь такое сделают. Обратите внимание еще раз на дорогу. в основном вот эти электроповозки. Электромопеды, электроповозки. А это как бы такая улица оживленная. хотя, да, попадаются и дорогие машины, но в основном, конечно, здесь вот так. вот это вот здание, судя по архитектуре, это школа. Обратите внимание, как школы устроены. Типичная школа. Общий такой балкон-коридор. То есть, там нет коридора посередине здания, как у нас обычно, и влево-вправо там, или по одной стороне классы. Здесь балкон-коридор. То есть, вы как бы движетесь по балкону, по общему такому, и заходите в нужный класс. Видимо, школа тоже закрыта. Возможно, ее снесут. А может быть, что-то переделают. Ну, а то все частные дома, видите, разной высоты. Вон тот высокий. Это все частные дома. С таким большим входом, большие ворота. То, что я вам уже показывал. вот у тележки, которая собирает всякое вторсырье, пробило колесо. Вызвали тележечного, как это называется, дорожного мастера, или как это назвать, который тут же на дороге колесо ему чинит. Так что, не только для автомобилей, можно и вот так. Единственное, я не знаю, для велосипеда, можно так или нет. Пробило колесо по дороге, вызвал веломастера. Ну, по-моему, в этой местности все можно. Особенность людей именно здесь это то, что сделают любую работу. Вот все, что угодно. За деньги все сделают. Вот просто. Вообще не гнушаются никакой работой. Ну, потому что здесь зарабатывать особо не на чем. И любой копейки рады. Нету вот этого вот, что работать за копейки. Есть понимание такое, ну, работать даже за копейки это лучше, чем вообще нигде никак не работать. И копейка тоже деньги. Ну, другое понимание тоже, если не хочешь работать за копейки, работай, ну, за большие деньги. Не можешь, не умеешь ничего такого, но твои проблемы научись. Поэтому каждый человек чем-то занимается, чем-то зарабатывает. Кто-то вон из этого строительного мусора арматуру выбирает на металлолом. При этом, заметьте, не пробухивает это все. А именно вот для себя, для семьи. Так, тут, кажется, уже территория всего этого безумного строительства закончилась. Эскаватор загнали на кучу и все. И дальше ничего. Дальше мы пойдем вон туда. Вот, я вижу там какие-то старинные здания есть. Такая какая-то интересная крыша выглядывает. Ну, камера-экран такой или технология такая или что это? Не могу понять. В него ничего не видно при солнечном свете. поэтому сложно контролировать съемочный процесс. Тут что-то разборки с полицией какие-то. Так, о, а там дальше интересно. Мы сейчас пойдем вон туда. Так, ну вот, друзья, мы тут, конечно, прошлись с вами немножко по эпохе как бы это назвать развитого социализма, когда все это массово там застраивалось. Вот. А сейчас пойдем вон туда. Посмотрим немножко на древность. застраивайтесь. Дв huge дэвэл до 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 Субтитры создавал DimaTorzok